В этом мире всё приходит само собой. Когда человек беспокоится, он просто живёт, имея то, что ему Бог дал. И всё постепенно налаживается, приходит. Но когда человек сильно беспокоится по поводу того, чего ему Бог ещё не дал, это беспокойство уменьшает его возможности. Другими словами, вы идёте, когда в магазин за хлебом, надо идти спокойно. Неважно, где он находится, далеко или близко. И тогда вы обязательно дойдёте. А если вы начинаете беспокоиться, есть факт, что вы психанёте, и вообще не пойдёте туда дальше. То есть это нам просто надо... Не то, что мы... Я просто думала, что, может быть, мы что-то не понимаем. Всегда люди, когда чего-то хотят, они идут в этом направлении, в своей судьбе идут. Просто надо спокойно идти. Бывает близко, а бывает далеко то, что ты хочешь. Вот отдавать долги, допустим, и взять брать. У вас достаточно близко по судьбе. Квартирный вопрос чуть подальше. Но всё равно надо идти постепенно, и всё наладится со временем. В молитве человек должен учиться чувствовать правду, а не свои мечты. Мечта — это всегда иллюзия, и это всегда капкан в жизни человека. То есть есть женщина, есть мужчина. То есть если говорить о женщине, то душа, вот она не женщина, не мужчина. То есть душа, она просто частичка Бога. И у души есть три энергии. Энергия вечности, энергия любви, энергия знаний. Энергия вечности у всех одинаковая, и мужчины хотят жить, и женщины. Вот со вторыми двумя, то есть вот этими энергия любви и знания, здесь есть один интересный момент. Что душа, она не может одновременно хотеть знания и любви. Потому что это противоположные силы. Ну то есть другими словами, если душа хочет счастья, любви, нежности, отношений, то это и является основанием для того, чтобы она получила женское тело. Понимаете, не то, что там сперматозоиды как-то там с этими, с хромосомой как-то так, опа! Ну и как, и вот так вот, и женское тело. Понимаете, это всё вторично. Вот если душа хочет нежности, любви, отношений в следующей жизни, то хромосомы, им придётся встать как надо. Она, эта энергия души заставляет химию как надо действовать, понимаете? Вот даже женское тело, когда формируется, оно формируется под влиянием определённых энергий. Понимаете, это происходит в результате желания жить вот такой жизнью. Поэтому женщина получает какое нежное тело, очень чувствительную психику, получает сердце, которое сильно чувствует, что происходит в сердцах других людей. Получает как бы очень сильную вот эту энергию любви, которая исходит от женщины. Желание гармонии, счастья, сильное желание правильных отношений. Сильное чувство как правильно, как неправильно. Ну то есть, любовь не может жить в дерьме. Ну то есть, для того, чтобы любовь жила, нужна чистота. Поэтому женщина прибирается везде. Нужна чистота в сердце, поэтому женщина любит чистые отношения, верность. Вот мужчина спросил меня вчера, он говорит, все женщины хотят со многими мужиками общаться. Это неправильное мышление. Женщины, наоборот, не хотят этого. Потому что в таком общении нет любви. Женщина хочет только любви и очень глубоких отношений. Бывает, конечно, у неё как бы что-то происходит не так. И она потом сильно страдает на самом деле от этого. Потому что, когда у женщин двое мужчин, она не чувствует от этого никакой любви. В этом нет любви и нет глубины. Это просто безумие. Ну то есть, другими словами, есть женская психика, женское тело. Всё это предназначено для нежности, ласки, внимания, отношений. Теперь, допустим, мужчины могут спросить, а у меня жена, она вовсе не нежно себя ведёт. То есть, она истерит, капризничает, иногда грубит, обзывается. И вообще ведёт себя не как вы описали. Есть на это причина. Ну то есть, женщина, в принципе, может себя вести неправильно. Но причина – это то, что она не чувствует нежности, ласки, внимания и любви. Вот она срывается и начинает так себя вести, потому что она не получает в жизни то, что она хотела получить. Ещё очень важно понять, что женская психика, она хочет именно счастья. Ну то есть, и женское рождение, оно сравнивается с полем на пару. Вот, допустим, есть поле, которым ничего не сеет. И это поле предназначено для того, чтобы отдохнуть. Ну то есть, поле восстанавливается, и потом на нём хороший урожай. Вот так и женщина, и это касаемо именно деятельности и развития. Вот у женщины внутри нет такого сильного желания стать доктором наук или быть начальником завода. Конечно, у женщин иногда такие мотивации есть и амбиции такие есть, но это скорее не от желания, а от природы, потому что женщина по природе может быть руководителем, допустим, и так далее. Но именно амбиции там что-то возглавлять у женщины в психике нет. У неё есть в психике желания покоя, гармоничных отношений, тишины, счастья. Ну как бы, ну и чтобы всё было спокойно и хорошо. То есть, у неё нет желаний там умереть в аскезе, там погибнуть на амбразуре, там и так далее. У неё таких желаний нет, потому что само рождение к этому не предрасполагает. Понимаете? Ну то есть, женщина хочет нежности, гармонии, ласки и спокойствия в жизни. То есть, она хочет, чтобы кто-то рядом помог ей осуществить вот эти цели. Ну то есть, часто мужчины спрашивают, что это несправедливость, блин? Почему жена не хочет работать у меня? Ну когда ты женщиной в следующей жизни родишься, чего ты завидуешь женщинскому рождению? Родишься в следующий раз женщиной и будешь то же самое хотеть. А сейчас, пока ты мужчиной родился, и поэтому хоти то, что тебе положено хотеть. Или женщина, допустим, часто завидует мужчине. Она говорит, да чего ты так деловишься? Моё мнение – это закон. Чего ты себя корчишь? Ну, родишься в следующей жизни мужчиной, тоже будешь себя корчить. А сейчас, пока вот прими этот факт, что мужчина рождён для того, чтобы брать на себя ответственность, чтобы его мнение было главным. И он так развивается и так живёт. Это его рождение. Завидовать друг другу – неправильный вариант жить. То есть женщина завидует ответственности, силе мужчины, то, что он на себя что-то корчит, берёт на себя право быть старшим. Мужчина завидует женщине тем, что он не согласен, что она не хочет работать, хочет на кровати больше лежать, чем он, хочет наслаждаться жизнью, послаще есть, чем он, допустим, ест. Ну, родись женщиной, будешь есть послаще. Не надо завидовать друг другу, мои хорошие. То есть женщина предназначена для того, чтобы она ела послаще, чтобы она отдыхала побольше, для того, чтобы она наслаждалась жизнью. Вы скажете, мужчины спросят тогда, а о чём мне-то прикол какой с этого? Сейчас объясню. Если женщина наслаждается жизнью, она счастлива, то это наслаждение распространяется на всех вокруг, так же, как солнце распространяет свои лучи на всё живое. Если женщина испытывает счастье, комфорт в жизни, мужчина тоже чувствует то же самое, хоть он для этого не предназначен. То есть рядом с такой женой, которая испытывает счастье, мужчина тоже испытывает счастье, точно так же. И все дети испытывают счастье, потому что женщина, она эту энергию счастья излучает из себя, то есть она её наполняет, ей всю квартиру. Поэтому если мужчина, допустим, делает жене приятно, чтобы она чувствовала себя комфортно, счастливо, тогда вся семейная жизнь счастливая, комфортная. Если он не делает ей комфортно и счастливо, тогда она ему все мозги вынесет, потому что она как бы родилась вообще-то для того, чтобы жить комфортно. То же самое есть дети, допустим. Ребёнок предназначен для того, чтобы играться, для того, чтобы баловаться, понимаете, для того, чтобы бегать, прыгать. Вот он родился для этого, то есть детское тело для этого предназначено. Вы говорите, что ты балуешься, что ты бегаешь, что ты прыгаешь, что ты играешься, давай учи уроки. Это значит, что вы лишаете ребёнка его жизни, потому что уроки ему эти сто лет не нужны. Нужно играться. Он хочет жить в детском теле. Детское тело для игры предназначено. Ну, видите, когда он играться, перестанет до стольки лет. Да, ну, половое созревание, да, это уже... Ну, то есть идея в чём заключается? В том, что можно в игре учить ребёнка, допустим, можно совместить приятное с полезным. Можно делать так, чтобы он игрался и обучался. Но если мы лишаем ребёнка его детского, то дальше мы увидим, как его психика будет обрублена. Если женщину, допустим, лишать женского счастья, то её психика становится кастрированной, понимаете? То есть она обрублена. Она не может нормально функционировать. Если корову кормить салфановыми пакетами, то она будет бензин выдавать, а не молоко. Я почему вам это говорю? Потому что в Индии там коровы уже по улицам ходят, и они начали есть салфановые пакеты. Уж что, есть нечего. Там салфановых пакетов много, и они как-то к этому уже начали приспосабливаться. Часто вижу, коровы жуют этот салфаном. Я понимаю, что это нездоровая пища для животных. Я просто вам говорю, как сравнение. Если женщину кормить не тем, что ей надо, она будет то и выдавать. Причём у каждой женщины есть два типа недостатков. природных, которые ничего не сделаешь, не изменишь. Она даже если сильно работать над собой будет, она всё равно это не уберёт. Первое. У ней есть характер. Характер. И вот какой у ней есть характер, такой и будет. С этим ничего не сделаешь. Она может работать над собой, но характер всё равно останется таким, как был. И второе, что у женщины есть, это определённый тип желаний, без которых она жить не может. Ну, как бы и поэтому мужчина, он когда выбирает себе жену, он не то, что он не нравится, а личико круто. Вот не поэтому надо выбирать. Пообщайся с ней, посмотри, ты тянешь характер или нет. Потому что женский характер сильнее мужского всегда. Женщина психически всегда, её давление психическое у женщины всегда сильнее, чем у мужчины. Если мужчина заметил, у меня что-то какая-то она вообще, с ней не справишься. Это значит, ты узнал, что она женщина. Если хочешь справиться, иди мужчину себе выбери. Там в Европе сейчас много таких желаешь. А женщину, если выбрал, то должен знать, что ты с её характером не справишься. С ним можно только договориться. Если ты нежно, ласково с ней себя ведёшь, она сама не будет тебя убивать своим характером. Она будет снисходительна к тебе относиться в этом плане. Понимаешь, что так сильно эмоционально с мужем нельзя, потому что он инфаркт, будет инсульт. А он мне нужен тёпленьким и живым. Ну, то есть, будет по-доброму более-менее. Это первое. Второе. Если ты выбрал себе женщину какую-то, ты разберись, без чего она не может жить. И у каждой женщины это есть. Вот, допустим, некоторые женщины не могут жить без того, чтобы побыть в тишине. То есть, другими словами, им надо, чтобы ты рядом не был какое-то время. Вот у меня такая жена. Классно я уезжаю, но лекция, она в тишине. Вот. Ну, то есть, мне подошёл её этот, как бы, каприз. Ну, то есть, вот ей нравится вот это в жизни. Хочется. Другая женщина, допустим, ей нравятся украшения. И ты разберись, какие. Если простые, то нормально. А если не очень, то посмотри, сколько у тебя денег. Потому что, ну, её желание, э-э-э, не пропадёт никогда. Ну, то есть, вот это вот украшение, допустим, ей нравятся брюлики. Ну, и будут всегда брюлики нравиться. И ты смотри, у тебя деньги, как бы, на это есть. Причём, если женщине нравятся брюлики, значит, по судьбе и положен именно на такой мужик, который может эти брюлики срабатывать. Но при этом она достаточно красивая. То есть, ну, как бы, у ней на это всё есть, чтобы такого человека привлечь. Другой женщине, допустим, нравится ездить куда-то. И ты это не изменишь. Ей надо будет постоянно куда-то ездить. Если она не ездит, она будет с ума сходить. Поднимите руку, кому нравится ездить. Хорошо. Замечательно. Ну, надо же мужчины, чтобы узнавали об этом чуть раньше. Вот. Потом, третьей женщине нужно общаться с девочками, с девчонками, как бы, общаться. Много общаться. И это тоже не отменишь. Это её вот каприз такой. Или, допустим, ей нравится, ну, это вообще классно, если это так, ей нравится, допустим, готовить. И она будет тебя заготавливать просто, как бы, ну, мне кажется, это нормально для некоторых мужчин. Ну, то есть, ты разберись, чего ей нравится. Ну, то есть, что-то есть такое в её психике, чего ты не отменишь. И если ты с этим не согласен, то ты всю жизнь будешь страдать от этого. Вот две вещи, которые в женщине, как бы, надо разобраться, когда ты женишься. Теперь с мужчинами. Сейчас будем разбираться. То есть, если душа хочет знания, победы над судьбой, развития, хочет преодоления трудностей, её всё уже задолбало, ей хочется, как бы, душе прорвать оборону, вот, своей судьбы, то тогда она рождается в мужском теле. И сразу, вот, в результате этого желания и формируется соответствующее тело. То есть, тело, способное переносить тяжёлые нагрузки, способное не чувствовать боль при прикосновении. Там, мужчина шлёпнул, по барабану. Женщины замечают, когда они бьют маленького мальчика, как бы, своего ребёнка по попе, они замечают, что он в какой-то момент вообще перестаёт на это реагировать. Он просто привыкает, как бы, терпит удар. Она его бьёт, он стоит, как бы, кряхтит. А у неё уже руку, она уже руку отбила, а ему по барабану, он, как бы, терпит. Это мужское тело. Оно приспосабливается к аскезам, к нагрузкам, к боли, привыкает к решениям, к холоду, к голоду, ко всему, что может человека жизнь разрушить. Мужское тело, всё это способно пересилить, переварить, перетерпеть. И становится крепче. Вот, допустим, если мужчина совершает аскез, чем больше он совершает аскез, чем здоровее он становится. Вот мужчине для того, чтобы быть здоровым, надо просто заниматься спортом, и всё. Ему не надо там лекарства пить, потому что это женская тема, потому что женское тело очень чувствительно, ранимо, и постоянно его в балансе держать очень сложно. Ей надо кушать то, что ей надо, иначе плохо сразу становится. Вообще, в целом, как бы у женщины есть три стадии заболеваний. Первая стадия больна, вторая стадия очень больна, и третья вдова. Знаешь, вдова знает, что такое? Что муж уже умер, а она всё больна. Потому что у женщины есть одна особенность, это то, что я не сказал. Если ей плохо, то мужу будет хуже. То есть она сама, как бы, у себя что-то не отдаёт в этом, как получилось. Поэтому, если она очень больна, то муж помер. На следующей стадии, конечно, не сразу. Она больна, так и осталась. Ладно, это была такая небольшая шутка. Движемся дальше. Итак, да, кстати, знаете, почему женщины больны? Есть две причины. Сильная чувствительность делает женщину больной. И вторая причина – лень. Тело само по себе очень расслаблено, у женщины. Оно постоянно его тянет вниз. То есть оно расслаблено. Его тяжело заставить бегать там, зарядку делать. Нереально просто. Ну, тело такое. Оно хочет наслаждаться просто. обалдеть. И поэтому у женщины самое лучшее место в квартире – это кровать. Она чувствует себя в кровати супер просто. Поэтому надо подобрать кровать. Очень важно, чтобы было нормально. Ну и кухня, соответственно, тоже как бы. Кухня и кровать – как бы два основных места, где вот женщине очень хорошо на счастье испытывают. Ладно, возвращаемся к мужчинам. Итак, мужчины – не всё как бы в психике предназначено для того, чтобы стать крепким, терпеливым, мудрым, волевым, храбрым. Вот мужское тело всё это даёт человеку. Но единственная одна проблема заключается в том, что в мужском теле нельзя расслабляться. Если ты решил как бы побалдеть, погулять там, поотдыхать, то оно сразу начинает разваливаться. То есть разваливается психика, человек приобретает вредные привычки сразу. Или разваливается тело, оно становится больным. Ну, то есть, другими словами, в мужском теле для того, чтобы быть здоровым, человек должен совершать аскезу. Он должен или пробежки, или зарядка, или плавание, закаливание. Чего хочешь, выбирай, что хочешь. Большой спектр любой физической нагрузки. Но если говорить о мужчине вообще, если мужчина не взял себе что-то из этого в жизни, то он никогда не сможет быть успешным. Это невозможно, потому что волевой фактор у мужчины, который даёт ему как Личности созреть, действует только через тело. Поэтому каждый мужчина должен начинать свою жизнь нормальную. С тренировок. Какие тренировки он будет совершать, это уже зависит от его конституции, от его предпочтений и так далее. Но если мужчина не тренирует своё тело, значит, всё остальное в его жизни тоже будет проседать. Потому что первое, что мужчине нужно развить, это терпение, силу воли, выдержку и храбрость. Чувство, что я могу достигать цели. Вот эти чувства все в отношениях с телом развиваются у мужчины. А потом дальше можно включить, что хочешь там. Психику уже тренировать там и так далее. Но опять же, для того, чтобы быть здоровым, мужчине достаточно просто заниматься спортом. Ещё раз повторяю, это очень важный момент. Вот потому что мужчине не надо лечиться, в принципе. То есть тело настолько сильно способно переносить нагрузки, что лечиться не надо. Нужно просто заниматься спортом и всё. И это будет достаточно, чтобы жить нормальным, здоровым человеком. Вот. Следует знать, что и у женщины, и у мужчины... А у мужчины недостатки, как бы. Когда выбираешь мужчину себе, женщина выбирает мужчину, всего две вещи, нужно знать о нём. Ну, как бы, который потом дальше... Ну, если ты не хочешь пострадать сильно, то две вещи, которые надо знать. Первое. Его вредные привычки, потому что, ну, все мужчины склонны к перенапряжению, и они снимают напряжение или правильно, или неправильно. Если мужчина неправильно снимает напряжение, это 90% случаев, все живут в основном сейчас неправильно, то у него будут какие-то проблемы. То есть, это или... Ну, есть большие проблемы, есть небольшие. То есть, если он там играет в компьютерные игры, если он там, допустим, базартные игры какие-то играет, там, ходит в парк, ему нравится там на каруселях кататься, или смотрит боевики, то это небольшие проблемы. Если он выпивает, курит и гуляет, это уже большие проблемы. Если у мужчины есть какая-то вредная привычка, ее просто так не уберешь, потому что, чтобы ее убрать, надо, чтобы он научился как-то по-другому отдыхать. Потому что все эти вредные привычки у мужчин возникают только из-за перенапряжения. Нет другой причины. Почему перенапряжение возникает? Потому что мужчина всегда стремится к чему-то в жизни. И если он не снимает с себя напряжение, вот это стремление к чему-то вызывает напряжение. Если он не умеет снимать с себя напряжение, значит, тогда его жизнь придет к поражению рано или поздно. Правильный образ жизни, то есть здоровый образ жизни, когда человек контактирует с природой, с движением, с добрыми людьми, с молитвой. Мужчина, когда гармонично живет, никогда нет переутомления, перенапряжения, нет вредных привычек. Можно избавиться от всего этого. Но все равно, если женщина начала встречаться с мужчиной, она должна знать, что бывают тяжелые вредные привычки у мужчин, а бывают не очень. И лучше выбрать не очень, чем тяжелые. Потому что если уже пьет, гуляет, и как бы дерется там, психует, то это уже тяжелый случай. То есть лучше с таким человеком не связываться, потому что может быть еще хуже потом. вторая проблема у мужчины – это его направленность. Ну то есть некоторые мужчины направлены на деградацию, и это не поменять женщине, или поменять с большим трудом. И это выбор мужчины. А некоторые мужчины направлены на развитие. Вот мужчина, если направлен на развитие, и он борется с своим вредными привычками, работает над собой, то такого человека стоит выбрать. Даже если у него есть вредные привычки, он не сильно развит, как личность, то он сильно разовьется в результате своей направленности. Часто мужчины, которые уже развиты, он 10 человек на место, его не выберешь особо. Или он просто не хочет шиниться и швыривает от всех женщин от себя. Или вам он не достанется. Ну то есть остается один только вариант – это мужчина, который стремлен к работе над собой, но при этом как бы не такой крутой, как хотелось бы. Все. Вот это и есть то, что надо выбирать. Если как бы женщина понимает это, то она мудрая. А если не понимает, значит глупая. Итак, то есть как выглядит мужчина, который направлен на развитие? Такой мужчина может быть не развит, но он сильно хочет… Вот такой мужчина не развит и направлен на развитие сильно хочет зарабатывать нормальные деньги. То есть он хочет найти себе работу, он хочет работать, хочет быть успешным в жизни. Это правильная направленность не развитого мужчины. Правильная направленность развитого мужчины – это духовная жизнь, молитва. И это и есть быстрый и сильный способ найти себе работу, стать успешным в жизни. То есть два компонента правильно направленного мужчины. Это физическая активность, то есть он как бы следит за своим здоровьем сильно и развивает себя духовно. Это значит, что мужчина уже скоро будет успешным. Он уже как бы развитый как личность, понимает, что надо не горизонтально развиваться, а вертикально. То есть когда мужчина пытается в работе в какой-то стать успешным, то это горизонтальное развитие. А если он хочет стать успешным через работу над собой и духовную жизнь, то это вертикальное развитие. Его статус в обществе меняется, и поэтому работа будет другая. То есть мужчине очень легко поменять свой характер. Если он правильно живет, правильный образ жизни ведет, его характер становится безукоризненным через какое-то время. И он может быть очень высокий статус в обществе занять, потому что это от характера зависит. Если люди увидят, что ты классный человек, они тебя сразу возвысят. Вредные привычки тоже отваливаются из-за того, что человек правильно живет, и он становится более эффективным, и это на той работе даже, на которой работает. Ну то есть само по себе, если мужчина думает, что надо больше работать, как бы и учиться больше, чтобы специальность осваивать, то это просто не развитость. Но это признак того, что такого человека надо выбрать, потому что он правильно направленный. Правильно направленный мужчина, он все равно будет лучше со временем. Так устроен мужчина. То есть если он правильно направлен, он будет лучше. Если неправильно направлен, может быть директор завода там, крутой очень человек. Но при этом он любит гульнуть, повыпивать, расслабиться. То есть у него очень крутая возможность в жизни, да, но направлен он неправильно. Откуда он получил эти возможности? Скорее всего, он сынок какого-то банкира или еще что-то. Ну, то есть, такого человека выбирать не надо, потому что очень скоро он деградирует, и вы с ним жить не сможете. Понимаете, неправильная направленность даже хорошего человека приводит к поражению всегда. То есть, мужчина всегда идет в ту сторону, в которую он направлен. Он не меняет свое направление. Или меняет очень редко, с большим трудом. Поэтому выбирайте те, кто направлен правильно. Когда уже выбор состоялся, молитесь Богу. Если видите, что не туда идет человек. Ничего страшного. В молитве все можно перевернуть и поменять. Но не так быстро. То есть, нужно время. Теперь об отношениях. Вот смотрите, очень важно понять одну вещь. Что отношения между мужчиной и женщиной, по сути, по своей, это жесть. Просто жесть. Почему? Потому что каждый человек, и мужчина, и женщина, все хотят счастья. Счастье, они понимают неправильно. То есть, счастье означает, ты добавь меня, делай для меня то, что мне надо. Все. То есть, женщине что надо? Ласка, забота, внимание. Для мужчины это все аскезы. Вот мужчине ласково говорить с женой, это аскеза. Внимание ей уделять, потому что он пригружен работой. Как бы разгружаться, и я перед женой. Это аскеза. Вот. И так далее. Все это аскеза. Вот то, что женщина. Ты что, не можешь просто по-доброму слову сказать? Не может. Он не женщина. Ему очень тяжело вот так взять. Переключите, ты моя хорошая, дорогая. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Очень тяжело. Чтобы психика по-другому устроена. Вот представьте, вот слону вот легко или тяжело летку-еньку станцевать. Тяжело. Потому что он слон, у него такое тело. Мужчине тоже. Да, моя дорогая, тебя так люблю, ты такая хорошая. Но есть мужчины, конечно, которые так вот. Им легко, допустим. Но работать тяжело тогда. Вам не устраивает такой вариант, да? Заранее, сразу, как бы. Я как жизнью-то наслаждаться буду рядом с этим человеком? Да никак. Поэтому остается один вариант. Необтесный мужик. Если хотите, чтобы он был добрым, ласковым, хорошо. Воспитывайте его по-доброму. Давайте ему возможность поменяться. Итак, мои дорогие друзья, вот эта жесть в отношениях возникает только по одной причине. Потому что мы неправильно понимаем, как приходит счастье в личную жизнь. То есть наше понимание очень примитивно и просто. Нам кажется, что оно приходит через просьбы, требования. То есть мы начинаем, как бы, требовать, просить друг у друга вот этих всех вещей. Ну и в результате наступают скандалы и так далее. Ну, то есть это не работает. Вот, допустим, если я хочу отчета от близкого человека, от этого только портит отношение. Чем посильнее ты хочешь, тем больше скандалов. Потому что, допустим, мужчина от жены хочет послушания. Послушание для женщины – это аскеза. Вот ей говорят, да, мой хороший дам, очень трудно. Тогда вы скажете, а что, почему, как бы, по ведической культуре, говорит, женщина должна... Да, мой хороший, все говорят. Да, мужчина должен очень ласково, нежно женщиной себя вести. Это его долг. А женщина должна вот так, головой всегда перед ней. Вот это ее долг. Но выполнять свой долг очень трудно. Особенно, когда жена капризничает и ласково, нежно с ней говорит. Просто невыносимо. Очень трудно. А она капризничает, потому что у нее испорчилось настроение. А настроение, если у нее испортилось, она с этим ничего не может сделать. Поэтому она и замуж выходит, что она сама с собой ничего не может сделать. Кто-то должен ей помочь. Она надеется, что если муж будет, он как бы поможет мне справиться с моим характером, настроением. Так или нет, женщины, вы же так думаете? Так, так. Ну, надейтесь, да? Он, блин, он не хочет справляться. Помогать мне не хочет. Несправедливо, да? Я хотела вот этого, а не получила. Ну, то есть идея в чем заключается? Что сама по себе идея требовать – это то, что все люди делают. И эта идея всегда разрушает семейную жизнь. Почему мы требуем? Потому что жажда, мучает жажда, счастье. Люди хотят счастья в отношениях, потому требуют. И поэтому наступают скандалы. И поэтому, мы говорим, сама природа отношений – это жесть. Теперь сразу возникает вопрос. А счастье есть в личной жизни вообще? Вот так вот. Много очень счастья в личной жизни. Если вы начинаете принимать правила игры. Если вы готовы вот в эти правила жить по этим правилам, сразу же становится легче жить. Первое правило. Не ищи счастья от близкого человека. Но ты должна знать или должен знать, что это счастье обязательно придет, когда придет время. И что же тогда нужно делать, чтобы близкий человек подарил тебе счастье? Ну, то есть между тобой и счастьем, которое придет от близкого человека в виде благодарности за что-то, что ты такой хороший человек, тебя разделяет только твоя судьба. Если у тебя очень жесть, просто судьба, то ты будешь много вкладывать в близкого человека, и благодарность придет обязательно, но позже. А если не сильно тяжелая судьба личная, то ты будешь не так много вкладывать, и придет благодарность быстрее. Ну, просто надо понять одну вещь, что надо служить, заботиться о близком человеке. То есть уважение к мужчине и женщине – это основа отношений. Ну, то есть как уважать мужчину? Нужно всегда поддерживать его мнение. Нужно всегда уважать его старшинство и его позицию, как сильного человека, который способен решить проблему. Если вы видите, что он слабый и не способен решить проблему, и у него нет своего мнения, значит, тогда культивируйте в нем все это. Говорите, что ты можешь, что ты сильный, ты скоро сможешь там и так далее. И вы верьте в это. И так, если вы будете верить, тогда это произойдет. Скажете, а как верить в то, чего нет? Понимаете, вот если, допустим, вы посадили семечко, розы, да? Розы еще нет. Маленький росток, там цветов нет. Но вы верьте, да, почему-то, что вырастет роза. Так? Точно так же, если вы видите мужчину перед собой, это значит, что этот человек может стать сильным, смелым, храбрым, ответственным. Потому что он мужчина, это его природа. Его надо вырастить просто. Но если семечко растет само, там надо поливать, кстати. Все равно само не вырастет. Нужно поливать хотя бы. И сварники убирать. Вот. То мужчина выращивается поддержкой. Ну что такое верная жена? Верная жена означает женщина, которая поддерживает. Верность не в том выражать, что я типа не изменяю, я типа верная поэтому. Понимаете, часто женщина вот видит мужчину перед собой. Она что видит перед собой? Объем работы. А относится к нему. Мне не устраивает такие отношения. Не устраивает такой человек. Ты когда такой неразвитый, слабый. Очень странно. Понимаете, ты видишь перед собой свою судьбу. Вот тебе достался такой. Ну развей его. Сделай сильным. Сделай, чтобы он стал хорошим. Это возможно. Для женщины это возможно. Если мужчина, допустим, видит жену неразвитую, она не может уважать его как личность, ну хорошо, развивай ее. Сделай так, чтобы она уважала. Как развивать близкого человека? Не воспитывать. Близкому человеку ты не можешь ничего сказать. Вот я, допустим, могу вам много чего сказать. Своей жене я не могу сказать ни одного слова, как ей надо правильно жить. Потому что такие законы отношений. Близкому человеку ты ничего не скажешь. Ты можешь сказать только другим людям. Но близкому человеку говорить не надо. Нужно просто вести себя правильно рядом с ним. и подсказывать при необходимости, если он в этом нуждается, в твоей помощи. А нужда приходит, когда ты ведешь себя правильно. Вот мне понадобилось много лет до того момента, когда жена поняла, что я, ну как бы, не вмешиваюсь, на ее территорию не лезу, ничего от нее требовать не собираюсь. И она сама начала меня спрашивать, как вот это, как то. И я всегда отвечаю ей с запасом. Ну то есть, и типа, наконец она спросила, блин. Я уже 10 лет жду. Вот, понимаете, я так себя не веду. Я наоборот, как бы, она говорит, а мне надо вообще, вот, допустим, зарядку делать. Я что-то начала простудой болеть. Я говорю, я не знаю, как бы, подумай сама. Ну вообще, когда человек делает зарядку, то он сжигает себе токсины, и простуда не может сесть в тело. Потому что простуда в тело садится только из-за того, что там есть ненужные вещества. А они копятся от недостаток движения. Поэтому, когда человек достаточно двигается, он никогда не болеет простудой. Это то, что я объяснял своей жене. Я не говорил, да вы делаете зарядку, то как его можно ждать? То есть, я и такого не говорил. Я просто ей рассказывал, как правильно жить. В результате она сама начала жить правильно. И пришло время, что у ней есть внутренний мотиватор, гораздо сильнее даже, чем я. Она сама так делает, потому что она точно знает, что так надо жить. Но я при этом ее не стимулирую. Я просто ей показываю примеры. И при этом надо терпеть недостатки близкого человека. Понимаете? Понимая, что это твоя судьба. Вот так надо жить. Ну, то есть, отношения с близким человеком имеют очень деликатную природу. В чем деликатность по отношению к мужчине? Нельзя никогда ему говорить, что он слабый, там какой-то недоделанный мужик, что он не может даже денег нормально заработать. Это означает гасить человека просто, понимаете? Гасить его природу. Вот, допустим, если ты розу будешь обрезать все время, как бы она никогда не вырастет. Ты гасишь, если человека, не даешь ему, как бы, чувство, что у него все получится. Тогда у него ничего не получится. Если женщине говорят, ты ленивая, капризная, там, взбалмошная, с тобой невозможно жить, так она такой и останется всегда. Вот если женщина тебя спросит, допустим, жена, я капризная или нет? Надо сказать, вообще не капризная. А я вчера тебе мозги выносил два часа, помнишь? Ну ты же просто, как бы, у тебя было плохое настроение, тебе было плохо, тяжело. Она говорит, да, я согласна. Это все. Но при этом она знает, я капризная. Пошла. Почему? Потому что она сама знает. Но она ведь, что у нее такой муж, что он ей дает возможность быть такой, какая она есть. и поэтому она рада, счастлива жить с таким человеком. Женщинам понравилась идея, да? А когда я про мужчин сказал, вам понравилась идея или нет? Ну так же, Олег Геннадьевич, так же. Понятно. Итак, мои хорошие, первое правило отношений – это уважение. Как уважать мужчину? Нужно, когда смотришь на него, смотреть, как будто бы он лучше, чем ты. Все понимает. Хотя женщина точно знает, что вообще не рубит в этом во все. Но смотреть надо так, как будто он все понимает лучше. И он будет понимать лучше. Это называется уважение к мужской природе. Если говорить объективно, что у женщины внутри в сердце? Вот женщина имеет такое сердце, что она точно знает, понимает человек или нет. Поэтому, если мужчина развит, и она сразу видит это, чувствует моментально. Ее не надо агитировать никуда, она все видит. Может человек в этом разобраться или нет? Она чувствует это. Она сама не может разобраться, но она знает, кто разбирается. Она чувствует сердцем. Поэтому женщину обмануть невозможно. Ты как бы разбираешься в этом вопросе или нет? Обмануть невозможно. Ее сердце все подсказывает. И с этой точки зрения как бы здесь безнадега полная. То есть женщина согласится только на то, что мужчина станет суперменом. Вот ей нужен супермен. Вот если он уже такой, она согласна. Пока не такой, она как бы не согласна вообще. Но женщины, поймите такую вещь. Согласны вы или не согласны? От этого никто не спрашивает, потому что перед вами ваша судьба. И если вы на этого мужчину не будете смотреть, как будто он вот супер такой человек, которому можно верить, он никогда таким не станет. Это и есть уважение к мужчине. Все. Понятно? Мудрая женщина так себя ведет и таким рядом с ней человек становится со временем. Любой мужчина, потому что в любом мужчине это заложено. Если мужчина говорит, надо молчать. Ты неправильно говоришь, ты неправильно говоришь, ты неправильно говоришь. Ну и что? Мужчине это все равно не поможет, потому что мужчина всегда все вопросы решает только через ошибки. Вот допустим, я мужчине даю совет. Я ему говорю, тебе надо жить так-то, так-то, иначе будет то-то, то-то. Какой будет результат беседы? Как вы думаете? Он сделает, как он думает, потом, опа, Олег Геннадьевич был прав. И будет делать, как надо. Мужчина все, всегда решает все вопросы через ошибку. То есть ему нужно обязательно пойти тем путем, который он чувствует, для того, чтобы проверить, что это не так. Но по-другому он никогда не будет действовать, понимаете? Это его природа. И он всегда, мужчина, учится на собственном опыте. Только собственный опыт для мужчины является основным. для того, чтобы поменять направление жизни. Слова какие-то. Вот Олег Геннадьевич там много говорит, это для мужчин по барабану вообще все эти слова. Некоторые мужчины сейчас сидят, думают, он так заливает вообще, так вешает на уши. Вот. И это нормально. Потому что мужчина, когда приходит на мою лекцию, ну и на любую, мне кажется, лекцию, первый раз, допустим, он пришел. Кто из вас первый раз пришел? Мужчина, поднимите руку. Вот. Они смотрят на меня, думают, дурак не дурак, дурак не дурак. То есть, все лекции, что он хочет вообще. Они смотрят недостатки, думают, как он себя ведет, что он там гонит. Вот. Это нормально. Так устроена психика мужчины. То есть, он испытывает всех. Мужчина испытывает, он не может сразу ничего принимать. Ему нужно очень глубоко убедиться в том, что это так, прежде чем принять кого-то. И это нормально для мужчины. Потому что, если мужчина что-то принимает в жизни, он принимает навсегда, не как женщина. Женщина что-то приняла, потом раз, прошло время, она что-то другое приняла. У нее как бы акции внутри идут. Сегодня акция Олег Геннадьевич, завтра еще кто-нибудь появится через года два-три. То есть, акции идут, понимаете? То есть, она меняет все. Ей вот понравилось так жить, потом приходит время, раз, а не другое акция. Вот у меня у жены была акция «Коралловый клуб» называется. Все по коралловому клубу, все. Кормила меня там этим всем. Ну, я ел, потому что жена говорит, надо есть. И я понимаю, что мне это не надо, но ем. Жене надо. Иногда, конечно, когда я вижу, что там запор будет от этого препарата или еще что-то, я говорю, я это не могу есть, будет запор. Она говорит, надо. Я съел запор, короче. Она, ладно, не будем это есть. Потом «Коралловый клуб» закончился, наступила магическая уборка. Дальше все магическая уборка во всей квартире. Ну, естественно, я в этом тоже процессе участвую, потому что я мешаю магической уборке. Больше никого вокруг нет, некому мешать. Вот, и поэтому любая акция это геморрой для мужчины. Была акция там много лет назад, это надо везде выключать свет, где ты не находишься, потому что это энергия Бога. если свет не выключен, значит, нет денег. Ну, все, понеслась. Она хоть и смотрит, где я свет не выключен. У кого такая же акция, сейчас женщины, поднимите руки. Ваших родителей, да. Ладно, это нормально для женщины. Вот все женщины такие, у них акции идут. Сегодня загорелось вот в эту сторону, как завтра в другую. Как бы, мужчины некоторые пришли на лекцию и думают, господи, кто же мою женщину убивает, как бы, сводит с ума. Я уже не знаю, что делать, послушаю, приду, почему она так поменялась. Вот. Так устроена психика женщины, она чем-то вдохновляется и все. Начинает так жить. Ну, как бы, это хорошо, потому что, если она ничем не будет вдохновляться, она просто помрет. Ну, женщина живет вот этим радостям, вдохновением, ей нужна такая жизнь. Чем-то надо быть вдохновленной, обязательно. Иначе счастья нет в жизни у женщины. Мужчина не так живет, ему нужна цель, какая-то направленность, и он ее не меняет. Он идет, идет, идет своим путем. И в этой направленности он может все поменять, он может прямо в противоположную сторону пойти потом, но все равно это будет одна дорога для него. Она просто вот имеет такой путь. то есть, если мужчина едет, как сравниться с паровозом мужчина, если он едет, допустим, и потом женщина видит, что он поехал в противоположную сторону, то для него это один и тот же путь. Он не считает это противоположной стороной, просто это определенный как бы способ движения. Для него самый правильный и лучший. Может ли его в его движении женщина участвовать? Может, если она будет правильно себя вести. Вот, допустим, если женщина совсем согласна, то мужчина расслабляется по отношению к женщине, если она согласна с его путем, с его пониманием вещей. Дальше как бы есть исключения. Вот эти исключения и есть изменение пути мужа. Допустим, мужчина говорит, переезжаем в другой город жить. Ну, допустим, вообще не Алешная идея. Видно, что это ничего хорошего из этого не будет. Допустим, женщина должна сказать «Хорошо!» хотя не хочет. Дальше она должна как бы очень смиренно говорить «Вот хорошо, мы переезжаем в другой город, но вот это то-то, то-то». Он говорит «Хорошо, с этим разберемся, с этим разберемся». И потом приходит Рим и говорит «Не переезжаем в другой город». «Если она ему скажет «Слушай, это я же тебе помогла принять решение?» Это будет не Алешная идея. Почему? Потому что мужчина, он сам принял решение, это его путь. Понимаете? Или нет? Поэтому мужчине не надо говорить, что вы ему чем-то помогли. Пускай он сам как бы считает, что он сам добился всего. Просто помогать надо. Женщина, это жена, это сердце мужа. То есть она должна очень смиренно говорить, что вот так тоже бывает. Это не мое мнение, вообще подружки сказали. Но мнение ему надо доносить, потому что если вы не донесете, все равно, если вы смиренно донесли, он будет прислушиваться. А если вы ему вызов сделали, сказали «Ты не понимаешь, а я понимаю», тогда будет только хуже. Потому что мужчину этим не научишь. Поймите, мужчине все равно надо самому прийти к своему заключению. То есть его психика соткана только из проб и ошибок. Он не может просто на какой-то теории принимать решение. Ему нужен опыт. Поэтому помощь мужчине всегда только в сфере его как бы у мужчины есть свои и чужие. Понимаете? Свои это те, кто согласны с его дорогой, с его путем, а чужие это те, кто не согласны. Если женщина не согласна с тем, как он живет, значит, она чужая. Вот, допустим, мужчина выпивает. Надо ему говорить, что ты хороший человек, и ты выпиваешь, потому что ты устаешь просто, и все. Значит, ты свой человек. Если ты свой человек, значит, он будет тебя слушаться, поднимать твою точку зрения, понимать и меняться под влиянием твоих идей. Если ты ему говоришь, что ты плохой человек, и живешь неправильно, деградант, значит, ты не мой человек, а чужой. А с чужим человеком мужчине жить нет смысла. Поэтому приходит время, находит себе женщину, вы останетесь за бортом. Хоть у вас 10 детей от него, хоть 20, не имеет значения. Понимаете, для мужчин нужна женщина рядом, которая согласна с его направленностью жизни. Если она не согласна, значит, тогда она ему не нужна просто. Зачем она живет рядом с ним? Какой смысл? В этом и заключается верность для мужчины. То верность означает, что жена поддерживает его направленность жизни. Она может какими-то вещами быть не согласна, но она делать должна это очень смиренно. Допустим, чем-то она не согласна. Допустим, мужчина выпивает, она не согласна. Но при этом направленность жизни она его поддерживает. И тогда он будет меняться. Мужчину могут поменять только свои, чужие его поменять не могут, потому что с чужими он воюет, сражается. То есть если она чужая, он будет доказывать ей, что вот так жить лучше. Он не будет ее слушать. Итак, уважение к мужчине это основа для того, чтобы быть счастливой с ней. Если вы не уважаете, брезгуете мужчины, как бы неприятен он вам, вы как бы не принимаете его как человека, разочарованы в нем. Это значит, что вы просто не справляетесь со своей судьбой. Мужчина вообще тут ни при чем. Вот вы получили то, что получили. Причем интересно знать, что другая женщина выйдя замуж за этого человека, вы увидите, пройдет 2-3 года, и он совсем другой человек стал. Он лучше, он уже и работает, и не пьет, и то, и все, 5-10-е. Почему просто она приняла свой объем работы, начала вкладывать в него свои силы и получила результат? Просто и все. Допустим, вы говорите, у нас в Казахстане сажать пшеницу невозможно, одни солончаки. Ну, поехали же, взяли, изменили почву, вложили в нее силы, и потом пошли урожаи расти через несколько лет. Ну, то есть, почва может быть разной, она зависит от судьбы. Все зависит от того, приняли вы судьбу или нет. Если не принимаете, как бы издеваетесь над ней, то получите только один результат разрушения жизни. Все. Женщины, еще раз повторяю вам, услышьте меня. Ваши стандарты внутренние по отношению к мужчине недостижимы. Вы что думаете, моя жена мной довольна? Она в целом как бы рада, счастлива, что я у нее есть. Но стандарты как бы ее планки по отношению ко мне все равно очень высокие. Понимаете, то есть, женщина не может успокоиться ни на чем. Вот муж у нее такой, надо, чтобы лучше было, надо, чтобы лучше. Это бесконечно. И сама планка, после которой она начинает уважать мужчину, она очень высокая женщины. Поэтому вы себе такого мужа не найдете, попытайтесь меня понять. Вот если вы хотите найти себе такого, чтобы не париться с ним, то это даже не запрограммировано на жизни на земле. Понимаете, это в раю так бывает. Это просто не запрограммировано. Женщина дана мужчине для того, чтобы он развивался, а не для того, чтобы с ним рядом крылышки сложить и балдеть. Поэтому вы не получите просто, если этот мужчина, допустим, очень крутой, то поймите, ему достанется другая девушка, которой кажется, что он вообще никакой. И тоже для того, чтобы она его развивала. Только для этого и все. Ну, то есть такого человека, чтобы он был крутой, как бы, и все классно в нем, вот как вы хотите, и я с ним так буду хорошо жить, счастливый. Не получите никогда. Это просто невозможно здесь на земле. И бросать свою мужа ради этой идеи, это просто безумие. Потому что мужчина и дается для того, чтобы его сделать нормальным. И даже вы, когда бросаете этого человека, вы потом видите, прошло несколько лет, и он стал лучше. Он стал лучше, ближе к тому стандарту, что вы от него хотели. Потому что мужчина всегда развивается, если он в правильном направлении идет. Так просто развивать его, и придет время, он станет развитым. Субтитры